Во имя Отца и Сына и Святого Духа. У нас необычный храм для православных. Среди икон, высший икон, заметьте, высший, надписи из Священного Писания, из этой Святой Библии, которая лежит на аналоге. Чтобы Библия на узком языке была на аналоге, я нигде не встречал. И чтобы надписи было, тоже не встречал. Может, где-то есть. А слово «может» говорит, что это тысяча и доля процента. Если на сто храмов в одном и было, это один процент. Вот почему мы должны понимать, что здесь написано. Я вот на исходе своей жизни скажу, что в 62-м году Господь коснулся 27 сентября моего сердца и в руки мне дали Евангелие. Семья была верующая, беспоколцы, старобрядцы, держаки. И все приноравливалось... Теперь я могу анализ делать, сравнение делать, приноравливалось к сельскому хозяйству. Слово Евангелие в Библии встречается 29 раз. Я его ни разу не слышал. Хотя бы один раз услышать-то. Но ни разу. То есть его никто не знал, это слово. Слово «Библия» слышал, как баран в Библии. То есть ты глупый, а какая-то есть книга очень толстая, грозбух. И ты в ней ничего не понимаешь. Я не представлял, какая же это книга. Думал, большая, неподъемная. А вот она вся умещается на аналоге. И сказал им Христос, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Мы не попали в число тварей даже в России за тысячу лет. Нас даже за тварь не считали. Нам не дали Евангелие. Это нам сегодня так, Блюхо взял и почитал. Вот подходит на благословение к патриарху. Патриаршее служение. Рядом митрополиты, князья церкви. Князья. Сегодня об этом много пишут. Что о народе не заботятся, не обличают правителей. У кого-кому, а труженику сельского хозяйства, могли бы законы сделать, как в соседней, допустим, в Казахстане. Оттуда старые комбайны сюда скидывают, а там дают бесплатно. А страна-то более бедная. Почему правители не обличают? Вопль-то стоит о том, что народ не нужен. Только пришел, купил, ушел. Свечку поставил. Да и то свечку-то поставил не восковую. Даже тут грех один. Да торговля в храме новый грех. Господь изгнал, а они снова пролезли. И торгующих, и покупающих. Ты не говори, а не продают, а я причем. Научимся смотреть открытым оком на то, что окружает нас. Пятое мая. Я пятое мая знал, что Ирина рассадница. И мать говорила, сегодня день Ирина. То есть в этот день у нас моя сестра родилась, назвали Ирина. Ну а как запомнили? Тарасаду капустную высаживать надо. В день Ирина, Георгия Победоносца, выгонять скотину. В это время выходили и какой-то водой кропили. И какой водой священства-то не было. Вот все абсолютно. Вот покров. Я тоже знал, покров. Земля покроется снегом. А бывает в другой раз, что-то запоздало. И все толкование-то давали. Это все вкладывалось в детскую душу. Я твердо верил до 23 лет, что так и есть. Даже покров не объяснил никто. Так наша семья-то от других отличалась. Все посты соблюдали. Молились. Воздвижение. Почему было не объяснить, что воздвигли крест? Маленько букву убрали. Сдвижение. Отец говорил, все змеи, все уходят на покой. На зиму. Сдвижение. Ну ничего общего даже с тем, что вложили кто-то. Нету ничего. Ну а были люди, которые жаждали. Да, были. Были, которые понимали, что вот эти крестные ходы, мощи, прочее там мироточение, это не то. Наконец, патриархия составляет очень важную, компетентную комиссию. Архимандрит Иоанн Акадумцев, профессора геологического университета Павел Флоренский новый. И, наконец, вывод делает. И демоны, не демоны ли над нами насмехаются через мироточение? Это потерявшие, официально. Не демоны ли нам мозги пудрят? А мы носимся с этим. Вот, Евангелие. Но если Господь сказал, давайте маленькое воображение свое разбудим, раскопаем, где оно похоронено. Христос сегодня среди нас. Это так и есть. Христос среди нас, когда приветствуется, так и говорят. Он был и будет. Это все слова. Он не был и не будет. Я знать вас не знаю. Почему? В книге Иисуса Новина, первая глава, восьмой стих, написано. Да не отходит книга сия, ни мощи, ни кресты. Книга сия от уст твоих, ни от ушей. То есть другим ножом. Дабы в точности исполнить написанное там. В точности. Мы этих слов не слыхали. Я это прочитал в Библии. Вот она лежит здесь. Вы проверьте потом, правильно ли я говорю. Но я хочу спастись. Замечательно. Первая темопея, 4 глава, 16 стих. Вникай в себя и в учения. И занимайся с ним постоянно. И поступая так, спасешь себя и слушающих тебя. Ну, ни одного слова нету. Как вникать в Писание, когда его нету? Сколько лет добирались до этого? Даже царь ничего не мог сделать. Сразу. Это масоны. Это масоны Библии на русский язык. Я говорю, что много лет я искал ответ. Ну, должны же дать ответ. Почему же не переводили? Уже были такие мудрые люди. Профессора, академия открытая. И, наконец, филарет, амфитеатров, митрополит. И говорит царю. Нельзя царь, батюшка. Если перевести на русский язык Библии, в стране революция будет. Люди пойдут, что и хоронили неправильно. И отошедшие неправильно не знали. И они, может, в воду мучаются. А же революция будет. У меня такие мысли были раньше. Я боялся их высказать. А теперь я нашел подтверждение. Если мы серьезно верим. И знаем, что существует загробная жизнь. И человек живет не для могилы, лопуха на могиле. А там что-то есть. Сорочины справляли. Сорочины 40 дней, когда умрет человек. Девятины. Это было. Новый способ. Причина погулять. Пели что-то. И слова-то непонятные. Апостол Павел говорит. Лучше пять слов на знакомом языке, чем десять тысяч. В процентном отношении ты можешь сказать. Пять тысячных процентов. Невозможно даже сказать. Я сегодня хотел сказать о том, что Господь дал человеку пять органов чувств. Главное это восемьдесят семь процентов зрения. Можешь сидеть у окна, смотреть, что там показывают в мире. И все знать. Даже не слышать. Титры бегут. И ты считать можешь. Дальше слух. И Господь так сделал. Далеко еще гроза. Не слышно ничего. А молния сваркает. В ночи идет. И Господь предупреждает зрение. Ближе загрохотало. Убирай. Что там не убрал-то? Замокнет. Как умно все устроено у Бога. И как глупо мы поступаем. Мы говорим. Учителя наши греки. Какие учителя? Они нам дали Евангелие. Нам на родном языке нет. А сами-то они на каком? На древнегреческом. Элладском языке. Там тоже та же беда. И наконец появилась группа людей, студенты. И сказали на родном греческом языке дать. И чудо совершилось. Патриарх поддержал их. Но на этом сатана не остановился. Подостали людей киллеров. Убили патриарха. Патриарха убили. Это даже сказать нельзя. Профессор Патский. Герасим Петрович. Учитель царских детей. Он ходит в дом. Каждый день преподает им. Профессор. Знаток еврейского языка и других. И он для студентов. Академии. Переводит Ветхий Завет. Для лучшего разумения. Понимаете. Не семинария. Высшее учебное заведение. И учатся на архиереях. Там они будут. И они не понимают. И он делает. И наконец стало известно. И налитографировали. То есть отпечатали. Как все рекопировали. Пятьсот экземпляров. Всю жандармерию бросили. Его арестовали. Понимаете. Проникли в глубину. Стали изымать. Сжигать. Понимаете. Что делается. Да ладно. Царь заступился. И кто-то сохранил несколько экземпляров. Вот они вошли сюда. Потом будет этот перевод. И только в 1876 году. Синодальный перевод. Вот он. Синод в этом участвовал. Лучшие архиереи. Они собирались три раза в месяц. Присутственные дни назывались. Один день в месяц. Посвящался к поступающим новым частям Библии перевод. И они знатоки смирялись. Смотрели. Лучший в мире перевод за 2000 лет. Четыре духовные академии. И опять мимо прошло. Сектанты все забрали. Православное-то в руки еще не попало, считай. А они взяли. За сыной не постоим. Вот за сыной не постоим за Библию. Подходит сегодня патриарху, священникам благословляться. А служит иногда в новом месте. Почему рядом не положить Евангелие? Просфоры положили в рот. То есть что это такое вкус? Зрение, слух, обоняние, осязание, вкусовое. Все. Больше человек мир не может познать. А можно ли научить? Можно. Простите, что я вам буду говорить об этом сейчас. Но появился новый фильм. Называется «Совершившее чудо», кажется. Когда у одного человека, знатного там в Америке, рождается дочка. Слепо, глухонемая. Она не видит света. Совершенно. И совершенно не слышит. Что с ребенком делать? И ко всему она страшно жестокая, злобная. Все сокрушает. Единственное спасение. Все ходят в карманы, набитые конфетами. Как она разбушуется, ей конфетку в рот. И она умная, видно. И приятное лицо. Советует сдать ее в дом презрения, где там уход за ней будет. Что на этом она и умрет. Находится человек, женщина, которая была слепая. И после девятой операции ей зрение вернулось. И она посвятила себя этим детям. Как лучшая ученица была послана сюда. И главные враги, которые не дают ей вывести эту дочь. Родители. Потому что метод учебы жесток. Она бьет, она ее сразу же. Такой же ответ ей. А они, чтобы она не била, они наоборот ей конфетку дают. Это закрепляет в ней. Дрешировщик собак знает. Собака одобряется тогда, когда выполняет команду. А здесь наоборот все перевернуто. Я не могу настаивать об этом, но хочу сказать. Родители. Посмотрите этот фильм. Если в вашем ребенке замечено что-то не то, не отчаивайтесь. Приложите большой труд. Родить ты один раз родила и забыла. И будет влечение к мужу. А Павел говорит, я снова в муках рождения. Вчера, сегодня, год. Доколе в вас не изобразится Христос. И она вывела ее. То, что она стала разговор... Азбу как глухонемым показывает. А она только давить на ладонь надо. И она не видит это. И она поняла, что это вода. А вот это огонь. Она слова стала заучивать. И титры бегут по экрану. Фильм-то не русский. Надо работать. И надо научиться смотреть открытыми глазами на все. Что особенно у нас? Ласточки свили гнездо и где? В алтаре. В Библии только в одном месте об этом говорится. И нам уже никуда от этого не отойти. Псалом. Это Господь так сделал. Псалом 83, 4 стих. Ига, ласточка льет гнездо у алтарей Твоих, Господи. Приезжали к нам архиереи, священники. И батюшка всегда это место приводил. В алтарей. Почему? Не знаю я. Но Давыд знал это. И он говорит, откройте глаза и посмотрите, сколько у вас вокруг учителей. Вот слово птица небесная с неканоническими книгами встречается 56 раз. Не просто птицы летят, а птицы небесные. Отец, сущий на небесах. Отче наш, сущий на небесах. Небесный Отец. То есть взор нас через это название поднимается к небу. И везде, где встречаются птицы небесные, да и так понятно, что они не по земле ползают. Нет, ты говори. А ведь никто из нас этого не говорит. Журавли. Все. Журавли летят. Айс пролетел. Голуби. Голуби небесные. Журавли небесные. Даже те, которые нам вредят. Птицы склевывают. Грачи там подсолнухи наши. Грачи небесные прилетели. Вот включите это и не получится. Через день забудешь. Здесь каждый раз, где Бог упоминает в Святой Библии, написано не прибавляй и не убавляй. Вы не знаете, что на последнем богослужении я заметил чудо. Батюшка стал считать очень наш правильно. В первый раз. За всю жизнь. А почему? Я долбил, как дятел в одно место. 30 глава, 5-6 стих, притча Соломона, говорится. Не прибавляй к словам его. Не прибавляй. А если прибавишь хоть слово, дабы Бог не облечил тебя, и ты не оказался лжецом. И учишься лжецом в озере Огненном. Вот считает, очень наш. И говорят, избави нас от лука, аминь. Молитва-то не кончилась. Считай, 6 глава Евангелия от Матпея. Ибо твое есть царство и сила и слава вовеки, аминь. Священник считай. Ибо твое есть царство, вставка, Отца и Сына и Святого Духа. Я говорю, зачем ты вставляешь? Он не может понять. Я говорю, читай. Он начинает читать и останавливается. Где? Ну, открой Библию и читай. Где Отца и Сына и Святого Духа? Под видом благочестия вы добавили к словам Его. Вы лжецы все. И мы стоим лжецы. Вы вдумайтесь в это. Бог говорит, не добавляй. Небо и земля приедут, исчезнут, сгорят. Но слова мои не приедут. Дороже неба и земли черта одна. Даже не буква, черта или йота, и кратко. Кто мы? Вот мы пришли в храм, отстояли, ушли, отстояли. А где был? Да я на первой литургии был. Отстоял. Дальше не говорит ничего. Иоанн Атаус говорит, если ты был в храме, молился и ничего не научился, ты зря ходил. Топтал дворы дома моего. Кто бы взял ключи, запер храм, да ключи куда-то в океан забросил, чтобы вы не нашли. Как эта глухонемая, слепая. Учителю прислали, она ее заперла и ключи в колодец бросила. И как ее через окно вынимают оттуда. То есть она очень умная была. И она потребовала, то есть учить, отдельный домик, не отдельный. И чтобы не было. Кое-как на две недели дали, не могли дождаться. И вдруг видят, она совсем другая делается. Она плачет, она молится. Она разбивает все на ней. Злобная, злобная девчонка, но лет шесть. И, наконец, она делается другой. А где истина, спать, когда не будешь? Пораньше вставайте. Есть семьи, в которых я знаю, вы сами про себя знаете, любят долго спать. Давыд говорит, я встану рано. Жены бежали, когда было еще темно, в могиле Христа. Будешь спать, ничего не будешь. Заклепки в ушах, будешь только слушать. Ты не слушай ничего, ты многое знаешь. Выполни то, что есть. Вот, если ты это понял, открой глаза. Птицы небесные, повторяю, 56 раз. Один день, поставь себе, где бы ты птиц не увидела, и все назови. Птицы небесные. То есть взор поворачивается к небу. Разумение должно быть. Матфея 6, 26. Господь говорит, взгляните на птиц небесных. Не сеют, не жнут, ни гаражи, ни зерносклады, ни элеваторы не строят. И Отец небесный, забойте, сани кормят. А сколько какие стаи летают, не тем ли более, насколько лучше вы. Так нам еще строить это надо. Но ты знаешь, что Бог тебе помогает. Не только знания, не только средства. А Отец небесный. Он сказал, трудиться. А если я не хочу, там написано. Воловину по мету подобен ленивый. Корова оправится. Я детей водил, надо хотите пощупать? Посмотрите, это мы. Простое сравнение. Это не оскорбление никакое. Об этом говорит нам Святая Библия. Не гораздо лучшее. Звери земные. Слово звери и сразу слово земные 19 раз. Я сегодня все утро выискивал, выискивал под разными 6 падежей. И во все падежи склонял, заряжал поисковик. Кое-как все собрал. Звери земные. Да так понятно, Господи, у них крыльев нет. Ото змей горыночника летает. В сказках. Звери земные. Почему сравнение, когда о людях дается. Не давайте в святыне псам. И не бросайте жемчуга свиньям. А кто такие свиньи? Свиньи это верующие. Верующие, которые же ведут такой образ жизни. А звери земные. Звери это не верующие, которые терзают. Иудеи. Это коммунисты, фашисты и другие. Надо научиться разговаривать языком священного писания. Евангельским языком. Ленивец. Встань, пойди. К муравью. Как к муравью? И поучи с него. Нет у них начальника. Каждый делает свое дело. Летом заготовляют куда надо. Перед непогодой запечатывают все входы. К муравьям. Ну идите где-то муравейник-то. Подведи туда ребенка и покажи. Научитесь трудиться. Они очень трудолюбивые. Где узнают, что все притащат домой. Я не знаю почему. Это притча Соломона 6. 6. И половину стиха выбросили. В неканонических книгах нет. А далее говорится. Пойди к пщере. И что она делает? Что она собирает? Мед. Мед приятный для всех. И для царей. И для простолюдина. Ну воздай Богу славу за муравья. Кто славил Бога? Господи, какого чудного учителя дал. А ведь прошли мимо, нет. Он залез, куда его спихнул. Или давно. А пауки? Как они нам надоедают? Я не знаю. Я беру данные откуда-то. Вот они паутинку натягивают. Видели как? И она паутинка не просто так. Она, если он спускается высоко, до земли. Нет. Он опять ее в себя берет и сразу превращает в жидкость. Стоят два дерева. Вот от этой стены к теклу проведет. Переведет. Он стрелять умеет. Стреляет. И она на ходу застывает. И сразу прилипла. Он по ней перебрался. А потом стреляет кверху. И теперь паутина. И паутина такая крепкая, что там, где на юге. Дают такое, как обещайка. Вот играют тогда в настольные тени. Большую. И они паутину уткут. И это ловят рыбу, как сучку. Большая рыба лежит и не может порвать. И паук лапками цепляется. И бывает в царских чертогах. То есть у тебя какой талант есть. Ты его развей. Ты посмотри, что вокруг есть. Я недавно только увидел это. Есть святы, которые на продажу. В городе такие светочные магазины. И это привозят. Нет таких местных. Среди зимы. А откуда? И это много платят денег. И оказывается, один придумал. Говорит, а урожай-то можно увеличить, если их опылять. А как? Ни одна пчела не может проникнуть. Единственное, насекомое проникает в шмель. И он открывает фабрику, повыращивает шмелей. И смотрит, висят маленькие такие коробочки. И там температуру дают все. И продают. Миллионером стал человек. На шмелях. А мы ходим по крапиве, только косим ее. Раньше мешки все делали из крапивы. Повторяю, японцы из лопуха шесть кушаний делают. А у нас он только срубил ее в отвал. То есть мы не приучены к этому. Я говорю к тому, чтобы научиться жить по Божьим законам, которые он нам дал. Господь говорит, учителя Исаия, 1 глава, 3 стих. Волк, бык, знает владетеля своего. И осел, ясный господина своего. А народ мой, Израиль, забыл, не знает меня. Вот в этом думаете, Христос, Бог, стоит. И нам это говорит. Мы хуже ослов диких, а домашних. Мы хуже волов. Мы не знаем. Ни две ли малые птицы продаются за осадью. В оригинальной стоит ни два ли воробья. Перевозчики малые птицы не противоречат. Посмотри. Журавль, аист и ласточка. Они знают время прилета. Они знают, почему человек не знает, когда прийти к Богу. Когда помолиться. Когда ночная молитва будет. Как надо точно исполнять пост. И дает сравнение со всеми птицами небесными. И они, оказывается, знают. Вот ласточек много у нас здесь. И вдруг утром стою, ни одной нету. Кто-то дал сигнал. Приближаются. Уже холода будут. А они питаются от мошек. Мошек не будет. Вы погибнете. И они идут. Кто? И почему мы оказались в такой ничтожной птичке ниже? Лука. 14,5 говорит. Если у вас упадет колодец. В колодец волк. Но чтобы волк упал в колодец. Это надо колодец не закрытый. Большой по объему. И выше земли не было ничего. А на уровне земли. То есть что-то такое было. Его вытаскивают в субботу, да. А сколько людей туда упало? Сколько людей, которые совратились от истины, от христианства. И опять же сравнение. Валан. Ты будешь вытаскивать? Конечно. А родственники неверующие? В семье безобразие творится. Почему ты подпускаешь мимо ушей? Святые отцы канону установили. Священником можешь стать тогда, когда всех домашних обратишь к Богу, к христианству. Сегодня никто это правило не считает. А почему? Он сам не обращенный. Простое, понятное слово. Чтобы все в доме стали верующие. Чтобы дома была домашняя церковь. Нет этого. Я еще просчитать советую притча Соломона, 30 глава, 25 стих. Евуа, 12 глава, 7 стих. Спроси у скота. А что можно у скота спрашивать? Не просто дать поесть, а даже спроси. Из ничтожной травы и вдруг такой товар молоко, другого цвета. Да еще там сливки, да масло, да сыр. Это все, отработки только от нее отходят. Это ужас какой. Я считал, что самые развитые страны, они изобрели как финный сепаратор. И оказывается, в молоке находится 96 элементов разных. Если человеку вырезали желудок, он может жить, если будет пить молоко. Это единственный продукт, который усваивается у человека без желудка. И мы и купаемся в молоке, это здесь. И Бога-то славит. Конкретно, Господи, слава Тебе, что Ты создал корову. Слава Тебе, Господи, что она отелилась. Наполните уста своим благодарением. В каком чудном месте мы живем, когда у нас все есть. Иеремия, 8 глава, 7 стих. И что интересно, слово «псы» в собаке встречается 28 раз. Кое-как собрал сегодня. Как многому можно учиться? Люди, которые не учат смещенники, вы псы, бредящие лежа, любящие спать, немогущие лаять. Спят за того, чтобы охранять. Почему вы церковь не охраняете? Иеретики и сектанты расчищают людей. Где они находятся, эти люди? Всех подряд только одно придумали – причастие. Не дам причастия, и ты умрешь. Нигде в Писании нет. Это выдумка поповская. Если жизни нет во Христе, я хотел причастить, а ты не допустил. Из-за этого проказа покрывает его, а не меня. Жития святые говорят. Этого не надо бояться. Бояться надо одного только. Огорчить нашего Господа, Иисуса Христа. Рильмонам 10.17 говорит, вера от слышания. Домашнее чтение. Вот смотрите. Яков пишет литургию. Девять часов. Девять часов будем стоять. Ко мне приехали знакомые, старообрядцы. И говорят, у нас служение было епископское. Двенадцать часов. Я говорю, двенадцать часов вы молились или спали? Засмеялись. Ну понятно, что двенадцать часов. Студенты – это люди, которые экзамены сдали. Умные люди. И они больше 45 минут не сидят. В 45 минут ему нужен какой-то отдых. Тем более ребенку. Вот по разуму нужно все поступать. Вера от слышания. Когда в последний раз открыли Библию, желательно большого размера, и за столом считали. Такие это места. А ребенок не знает, где какая книга находится. Не знает. Вот меня спрашивают, а кто знает священное писание из детей? Не могу назвать никого. Ревности нет. Учительница говорит, беда-то у меня какая. Какая? Приехали баптисты. И мальчик учится в шестом классе. Он половина класса, говорит, снабдил Евангелие. И они считают, они его слушаются. Меня не слушаются, а его слушаются. Да он ничего не придумал. Он просто дает им. Подходит к благословению архиереев. Расческа отдельно расчесывается при нас. Отдельно принесет сосуд такой старинный. Он руки моет при нами. Я не трогаю ничего. Ну говорю, ну пришли же не за этим. Ну можно было дома вымыться, расчесать это. Зачем это перед народом-то? Ни разу не видел нигде. Я был в патриаршем служении. Чтобы лежали Евангелие. Патриарх каждому давал. Евангелие есть? Дай. Ни разу. И думай, никогда этого не было. Нам есть о чем молиться? О пробуждении. О возрождении. О наследии. Жизни вечной. В Деяниях апостолов 15.7 апостол Павел говорит слова, которые сегодня никто не скажет. Когда продолжилось прение о том, как же язычники без обрезания спасутся. Встал Петр. Из нас апостолов. Он не боится сказать. Меня Бог избрал. И я вам развещаю. Вы желаете возложить иго на них, которого не понесли ни вы, ни отцы и ни мы. Ветхозаветное обрезание указывало на крещение. А его крещение-то убрали сегодня. Рукой выходит священник кисточкой. Люди все одеты. То есть извращенцы. Извращенцы это не садомиты только. Самые страшные садомиты в церкви. Вот здесь вот все переменили. И вы знаете о чем молиться? Чтобы глаза открылись у нас. Помазь, мази глаза свои. И уши открылись. Особые капли Бога иногда дают. Там камфор, намаста или что. А это вот то, что я сейчас говорю. Если это будет, мы не напрасно сегодня были. И вот батюшка считает, и вдруг без Отца и Сына и Святого Духа эти слова не вставил. Аминь. Ибо Твое и Сарство сила и слава. Он решился на это. Я говорил многократно. Но у нас еще одна молитва есть. Точно такая. Но на это вряд ли он пойдет. Молитва Семена Богофиима. Все везде счастнейшую хирургим. Предложение счастнейшую хирургим. Никто не отрицает. Но отдельно ты решите, как Господи помилуй, 40 раз. Ну давайте 100 раз прочитаем счастнейшую. Зачем это? Слова Божие. Господь борется за чистоту. Кто прибавит к словам моим? Ну молитва. Я у нас здесь. Ныне отпущаешь, а раба твоего. Но где-нибудь об этом говорят. Ни один проповедник не говорит. А почему вы говорите? Потому что у меня страх Божий. От Бога дан. У меня потрес Господь. Скажи обязательно. Я не настаиваю. Так и будет. Но вы знаете, воздыхайте и молитесь собой. А может батюшка пойдет и на это. Потому что один из архиереев, я знаю, на юге. Мне сказали, меня Амин его звать. И вот это, неима, мы иная помощь. И он выбросил. Отречение от Христа. Неима, мы иная помощь. Я разве тебе... Как это неима, когда Христос? Вот сколько понаписали? Понаписали то, чего в церкви нет даже. Это церковное, я трогаю. А возьмите Псалтырь Богородицы. Кто написал? Неизвестно. В церкви считалось хоть раз? Нет. Понесли мы этот Псалтырь, там, в митрополиту. Да это выдумка. Это псевдоправославное. Вам даже в руки, в печку брось. Людям нельзя сказать, почему. А уже многократно считали, в него взяли. Все, что в Псалтыре говорится, каждое слово применили к Богородице. А Господь говорит, слава моей никому не дам. Я един Бог. Я ничего не хочу добавить к тому, что есть. Да будут уши наши открыты. И глаза внимательно будут смотреть на окружающий мир. А про кошку сказано, сказано. Что она больное животное, лазит по иконам. Ну, там написано по идолам. По нашему татар. И дикие кошки будут там, какие-то диких я не знаю, но есть такие. Тоже сказано. А про мышей? Я говорю, про все сказано. Открой уши, глаза и скажи, меня Бог проповедовать послал всему миру. Я заложу голубям и каждый раз их приветствую сегодня. Доброе утро. Христос воскрес. Они все голову на бок смотрят. Серафим Саровский вместе с медведем приветствовался. Дерасим со львом, которым вынул занозу, он стал в воду возить. Да будет имя Божие прославлено в нас отныне и вовеке. Аминь.